Волнительный момент. Квартира, за преображением которой мы наблюдаем вот уже три месяца, готова. Полностью, без изменений. Всё по дизайн-проекту. Сейчас ждём Светлану Виталия и начнём показывать эту шикарную квартиру. Что-то такое должно быть нежненькое такое. Кустовые розы, но, наверное, другого оттенка. Я думаю, что подошли бы какие-то пудровые оттенки. Да, да, да. Наверное, это финал. Но финал не нашей деятельности, а финал вот этой классной, шикарной, уютной квартиры. Всё здесь нам очень дорого. Вложили всё сюда, частичку своей души, своего трудолюбия, умения, знания. Давайте будем просто смотреть и наслаждаться. Почему диван серый, а кресла вот такие оливкового цвета? Очень круто смотрится, когда диван, кресла, стулья разного цвета, из разных коллекций. Для того, чтобы создать уют, нужно разнообразить. Хотелось бы ещё рассказать про предметы интерьера, которые приехали к нам уже вот прям сегодня. Мы хотели заказать в интернет-магазине, но фабрика не успевала. Сроки они нам ставили три месяца. Магнитогорская производственная компания выручила нас. Они сделали копии в очень сжатые сроки. Это всё матовый лак, покраска, всё добротное, они тяжёлые очень. Гостиная очень маленькая, и мы присоединили сюда лоджию. Здесь всё белое. Белый тюль повесили, сделали белые вот такие вот лёгкие со стеклом шкафчики. Шторы тёплые, вот эти портьеры, они у нас находятся в гостиной, а тюль у нас находится в лоджии. И вот за счёт этого пространство мы расширили. Центр придержения любой квартиры – это кухня. Место для бесед неспешных, чаепитий. Это самое уютное, тёплое место, всегда связанное с какими-то положительными эмоциями. Еда всегда положительные эмоции. Великолепный стол дубовый, качественный, он раскладывается, то есть можно принимать гостей. Вот такие поставили шикарные кресла. Слушайте, они такие удобные, они такие комфортные. Это мебель ресторанная, у неё огромная износостойкость. Но мы заключили договор напрямую, это делает уфимская фабрика. На фабрике сейчас очень много заказов. Вот эти столи ждали 60 рабочих дней. Весь свет тёплый, лампочки только тёплые. И для жилых помещений мы бы рекомендовали только тёплые лампочки, то есть с тёплым освещением. Потому что очень глаза устают от холодных ламп дневного света. Эта квартира тот случай, когда заказчик дизайнерам доверила всё. Не только выбор мебели, отделочных материалов, но и выбор всего декора. Эти милые и необходимые в любом интерьере вещи тоже выбирали Светлана и Виталий. Где всё это взять, мы прямо сейчас покажем, а потом вернёмся, ещё спальню посмотрим. Мы в магазине «Спектрум», что на Октябрьской 6. Здесь очень красиво, и перед нами сидит хозяйка этого магазина Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, с чего вы начинали? Начинали мы с мебели. Ну, в принципе, мы её и сейчас возим. Перешли, правда, в основном на мебель мелких форм. Ну и жизнь заставила и покупательский спрос больше уделить внимание предметам интерьера и декору. Потому что интерьер – это как самовыражение любой хозяйки. Он требует тщательной подворки, какого-то эксклюзива, чтобы внести в дом свой характер и своё настроение. Татьяна знает, всё самое грандиозное и значительное складывается из мелочей. Так и в дизайне интерьера. Чтобы ваше жилище стало уютным и необычным, иногда достаточно просто добавить в него интересные детали. Очень много вот таких вот металлических интерьерных изделий. Это декоративные панно, зеркала, всякие тумбочки и консоли. Это всё идут дизайнерские модели. Всё это делается в очень ограниченном количестве. Большинство хозяек отказывается от живых растений. Они требуют ухода. Их очень тяжело оставить одних, когда люди уезжают куда-то путешествовать. А искусственные растения – это такой самый лёгкий выход. Всё это выглядит достаточно естественно. Всё это изготовлено на натуральной основе. Предмет интерьера, не требующий ухода. Сейчас очень многие владельцы собственных домов предпочитают ставить искусственные растения, потому что туя – это такое дерево, которое не всегда выдерживает перепады нашей температуры. Всё это горит, желтеет, это печаль. Искусственное дерево бельгийское выдерживает любые температурные условия погодные. Вечно зелёное, всегда радующий глаз. Гортензия, она сейчас вообще на пике моды. Мне кажется, сейчас самый модный цветок – это гортензия. И в садах все разводят, и дома ставят, как искусственные цветы выглядят. Очень богато. Хотите оживить свой сад? У нас вот такие чудесные есть животные. Это металл. Даже если он немножечко под дождём, солнцем подрожавеет, это придаст ему только какой-то такой шарм, изысканность. Судя по количеству таких винтажных часов в магазине «Спектрум», это сейчас в моде, посмотрите, они потёртые, как будто им уже несколько десятков лет. А вот эти тоже винтаж, посмотрите, как они потёртые. Такие настенные наручные часы. Аксессуары и подарки для дома, предметы интерьера, красивая посуда, картины, зеркала. В «Спектруме» с особой тщательностью подобран ассортимент. Декор разностилевой. Классика, прованс, кантри, винтаж. И цены на эту красоту доступные. Друзья, вот эти шкатулки зеркальные Светлана и Виталий как раз-таки выбрали для нашей квартиры в «Неоклассике». Посмотрите, какая красота. Одна вкладывается в другую и создаёт непередаваемые впечатления какого-то шика и роскоши. Большинство предметов декора существуют только лишь для красоты, но это тоже важно. Вот эти подсвечники, например, мы их тоже забираем в гостиную, они хорошо подойдут. А вот эти часы – это, конечно, декор, но полезный декор, можно смотреть время. Мебель возим на заказ, работаем с покупателями по каталогам. Сейчас такое изобилие фабрик, производителей, множество всяких предложений. В магазин привезти всё невозможно. Всё это возится под заказ. Хит наших продаж – сейчас вот эта вот замечательная вешалка, которая работает и как декоративный элемент. Функциональность у неё такая хорошая – 8 крючков, очень хороший металл, выглядит очень стильно. В «Спектруме» мы нашли для нашей квартиры в «Неоклассике» всё, что хотели. Приходите и вы на «Октябрьскую шесть». Украшайте свой дом. Или выбирайте для друзей и родных приятные подарки. Эксклюзивные, неординарные, стильные. Вот она спальня, вот всё, что как мы хотели. Вот она эта классная кровать, вот с этим классным изголовьем. Вот эти бра появились, тёмные стены, которые так боялись, они практически исчезли. Самый тёмный – это телевизор. Доделали санузел, докупили аксессуары, повесили. Сегодня только зеркало. Не смотрится, не смотрится санузел. Теперь, когда мы всё закончили, повесили зеркала, поставили стеклянную дверь в кабину. Не смотрится он маленьким, хотя он очень маленький. Каждая зона в этой квартире, она особая. И вот в коридоре появился вот такой классный комод. Он у нас есть в проекте. Такого интересного, модного, любимого моего серого цвета. Отдельное спасибо компании МПК, которые тоже выучили нас и сделали вот такую шикарную копию, вот с такими вот интересными ручками. Вот так вот это всё выдвигается. Только сегодня это всё привезли. Основная задача, которая стояла перед нашими дизайнерами – сделать из этой квартиры некий островок уюта и комфорта, чтобы все проблемы, вся суета остались там, за дверями, а здесь только наслаждение каждым метром своего жилища. Светлане и Виталию это блестяще удалось. Здесь действительно очень хорошо. Светлана и Виталия Программа бюро дизайна и ремонта «Молода». Это всего лишь пятый выпуск, но у нас уже есть свои друзья и верные партнёры. Магнитогорская производственная компания. Я рассказывала вам о них, у них есть собственное производство окон. Так вот они не только окна производят, они ещё и мебель делают тоже сами. Смотрите, это тоже их работа. Давайте посмотрим, что они могут ещё. Вот Александр. Он тут главный. Он по телефону разговаривает. Александр, здравствуйте. Добрый день. Наша работа? Да. Возвращаю ногу вам. Спасибо. Мы пришли к вам в гости посмотреть, как вы делаете мебель. Давайте мы всё покажем, расскажем. Сейчас будем изготавливать полки, покажем производство непосредственно расплавок из заготовок на форматном раскроечном станке. То есть вот эта машина только делает ровными края? Да. Для этого это огромная машина? Да. Чтобы сделать ровные края? Совершенно верно. Но без этих ровных краёв у нас не получится чёткость изделий. Здесь задаётся геометрия изделия. Если не соблюдать такой технологический процесс, получится, как у дедушки Вани где-нибудь в гараже. Всё, мы берём эту доску, дальше идём. Кромка используется 0,4. Очень хорошая, качественная. Это не бумага, наклеивается на станке, не нуждается ни в какой дополнительной обработке. Шкурками, как и многие делают. Когда мы видим готовое изделие, невозможно понять, с чего оно состоит. Мы здесь используем разные материалы. МДФ, древесно-стружечная плита, ламинированная, массив. Из-за чего используем массив, лучше обрабатывается на станках. Возможно, придать какие-то радиусные и точёные формы, что невозможно сделать на МДФ. Использование древесно-стружечной плиты задаёт нам геометрию каркаса. В силу того, что поверхности очень широкие, не будем делать изнасилы, всё может полупаться, потрескаться. Это, так скажем, лего. Вот оно, получается, готовый фасад. Циркулярная пила. Здесь мы производим распил досок. Фуговальный станок, где мы задаём все плоскости необходимые. Специалисты из Магнитогорской производственной компании универсальные. Корпусную мебель делают, мебель из массива делают, арки, лестницы, дверные коробки, сами двери. В этом царстве дерева могут всё. Стоимость такой двери вот 15 тысяч и выше, так как здесь очень дорогостоящий материал. То есть это стоевые массив дуба, здесь у нас заполнение шпон, здесь уже бук. Также можем сейчас показать к этим же дверям коробки. Сочетание МДФ, пульпирование, различные вставки, можно выбрать по каталогам. Это цех покраски. Каждую готовую деталь здесь красит отдельно. В сборке красить нельзя. Останутся подтёки и вид деревянного изделия заметно испортится. Всю мебель МПК делает быстро, экономя время заказчика. Собственное производство даёт такую возможность. И не только эту. Когда мебель нужна уже сейчас, а денег нет, Магнитокорская производственная компания готова предоставить рассрочку. Беспроцентную, между прочим. Ну что, друзья, наконец добрались бы до нашего объекта в стиле лофт. Итак, напомню, что здесь было. Здесь полуподвальное помещение. Перед нашими дизайнерами стоит задача разделить это помещение на три условных части. Вот там будет офисное помещение, там будут люди работать. Вот здесь торговое помещение, а вот здесь третье. И смотрите, вы уже отделили. Это чела вот такая переговорная в восточном стиле. Вот смотрите, как раз всё уже становится понятно, что где находится. У нас есть чёрный верх, чёрный потолок. Мы его задули чёрной краской. Плюс, посмотрите, вагонка, которую мы в печке-лавочке купили, тоже уже хорошо смотрится. А вот эта стена, которая прямо напротив нас сейчас находится, там будет что-то написано. Она будет оформлена. Уже есть человек, который будет вот это граффити делать на стенах. А вот здесь, смотрите, вот здесь будут зеркальные вставки. Классные. Что, диван мы ждём, да, диван должен, подушки у нас. А здесь у нас должен быть стол. Это вот офисное помещение. Здесь будут стоять столы. Антон уже работает. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы делаете сейчас? Идёт финишная отделка потолков, стенок и коммуникаций. Проложены как общие несущие каналы, где будет замонтирована вся электропроводка. Интернет, выключатели, светильники. Как вы помните, этой стены не было, её специально нарастили для того, чтобы отделить специальное помещение, для того, чтобы принимать пищу. Вот здесь санузел вот здесь у нас наметился. Он здесь и был, но здесь коммуникации перенесены для того, чтобы вот сюда вошла бочка. Это самая бочка, которую мы выбирали в Мерседес-центре. Она вот будет вот здесь. Её уже красят, наносят специальный рисунок, и она встанет на своё место. Антон, помочь вам хочу. Раз вы сегодня один, без помощника, у вас есть костюмчик рабочий, лишний? Ну, где-то найдём. Сейчас всё будет. Вагонка красится отдельно, каждая, до монтажа. Поэтому изначально краска наносится валиком, после чего уже шёлкими движениями выравниваются кисточки. А перчатки есть? Такие одни. Качественные? Специальные? Чешские. Чешские, между прочим. Так, ну что, берём валик. Ну, в общем-то, разводы-то есть, да? Два, получается, два последних движения, они наносятся одним движением от начала до конца. Ну, а что, я продолжу красить, нам таких ещё надо 10 штук. А наша программа заканчивается на этом, друзья. Не пропускайте выпуски Бюро дизайна и ремонта, ищите нас в ВКонтакте, вступайте в нашу группу, а я продолжу помогать делать ремонт. Увидимся. Это памятник отрезанному рукам? Да, столерам, чтобы они были намного аккуратнее на станках. Прикольно. Эта квартира тот случай без вот этого. А чего? Тёпленькая пошла. Тёпленькая пошла.